Пятый карьерный переулок. Улица расположена в поселке Толево и сплошь частные дома. В самом центре поселка промышленное предприятие. В четырех метрах от жилого здания располагаются вот эти металлические непонятные стаканы. Вот уже видно визуально, без всяких уровней, то что она пошла сюда. Дом находится в призме обрушения вот этой стаканы. Виталий Барышников приобрел здесь участок в 2003 году. Начал строить дом. По соседству тут же появился высокий забор. За ним бизнесмены организовали базу. Заставили территорию в 20 соток спецтехникой и возвели металлическую эстакаду. Завалили ее металлоломом. От тяжести конструкция накренилась в сторону жилого дома. Барышниковы опасаются, что она рухнет прямо на их жилое строение. Как может быть на территории земли поселений, по сути дела, жилая зона, располагаться промышленные предприятия? Это опасное предприятие, что по выбросам, что по экологии. Вы видели сами, сколько техники стоит. Я говорю, не дай бог, вся эта техника загорится. Здесь не только мой дом сгорит. Здесь пол улицы выгорит. Мы выбежать не успеем. Большегрузы много лет сотрясают двухэтажный дом Барышниковых, выезжая в рейды. А судиться не с кем. Расположенные здесь фирмы постоянно меняются. Семья решила обратиться за помощью к депутату Государственной думы Александру Хинштейну. Барышниковы уверены, земля находится в федеральной собственности и захвачена незаконно. Это самозахват. Я убежден в том, что коллеги из Росимущества, получив эту информацию, незамедлительно ей беспокоятся тем, чтобы вернуть в государственное лоно обратно самовольно присвоенную федеральную собственность. Депутат обещал помочь разобраться в ситуации, чтобы семья Барышниковых не боялась растить детей в собственном доме. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, Артем Сулайманов. События.